МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, дорогих земляков! В эфире программа «Слабожанщина. Слово». Сегодня здесь, в студии Колес-ТВ, мы будем общаться с харьковской поэтессой, прозаиком, членом Национального союза писателей Украины и России Инной Мельницкой. Я хочу начать нашу встречу, Инна Владимировна, вот с вашего стихотворения. Еще раз о победе. Вроде все уже было о жарской страде боевой, об усталых солдатках, Что даже ночами не плачут. О последней черте, Ощемящей весне фронтовой, Только все еще ждешь, Что напишется как-то иначе. Память все сохранила В мельчайших деталях, точь-в-точь, Но слова ускользают, Бледнеют, Как выцветший розчерк. Знаешь, как это было? Бессонная майская ночь И растерянный танк, Выползающий молча на площадь. Нас не звали на митинг, Но люди текли-текли, Обнимали друг друга, Совсем незнакомых, И плакали. И дождинки, и слезы Катились совсем одинаково По щекам, по губам И горошинками в пыли. И тогда среди ночи Высокое солнце взошло, И сердца обожгло, И сиянием глаза опалило. До сих пор только вспомнишь, И вспыхнет, и станет светло. Вот как все это было. Словно павший под Брестом, Хмелея жену целовал, Словно в небо взлетали, Возмахнувший крылом плащ палатки, Словно парень без руки На тулке Катюшу играл, А без ноги, как птица, Со свистом носился в присядке. Словно медь всех литавр, Всех ненужно торжественных труб, Всех снарядов таящих, Еще не забытые беды. Вся оплавилась сердцем И выплавилась к утру, Ослепительно яркое, Трудное слово. Победа. Ну вот день победы, 70-летие, который мы отпраздновали буквально, буквально, Вот только-только в этом году, Можно сказать, этой весной. Инна Владимировна, я знаю, что вы пережили и оккупацию, И были участником процесса над теми извергами, которые расстреливали. Если говорить о процессе, о судебном процессе, То я просто весь свой отпуск летний проходила на процесс по Севина, Который командовал карательным батальоном СД или СС. Вот. И у меня 8 блокнотов, и у меня есть протоколы этого суда, И у меня есть приговор этого суда. Я сегодня хочу немножко об ином поговорить. Тот из наших телезрителей, кто хочет больше творческую сторону узнать вашу, Может посмотреть нашу минувшую программу. А сегодня я хочу поговорить об истории вашего рода. Тем более, что вот я знаю, что вот буквально только-только вы узнали о том, Что, оказывается, в вашем роду были и Гоголи. Я об этом не знала. Но, может быть, Гоголь и перевернулся в гробу от того, Что об этом предвидел, ему предсказали. Инна Владимировна, но род-то начинается ваш на 300 лет раньше, Чем род Романовых, да? Да. И это исторически доказано. На столе есть документы, архивы, да, в которых сказано об этом. Вот один из ваших предвестников вашего рода, Предтеча вашего рода, если можно назвать, Генеральный Пицкарбий Якил Маркович. Вот чем знаменит этот человек? Ну, понимаете, это не ветвь Мельницких, это сторона моей бабушки. Так вот, Яков Маркович, они, собственно, у них было два суффикса, Они менялись даже у одного и того же Марковича и Маркевича, Польский и Украинский. Изначально это был Маркович, да? Вот, так Яков Маркович, он был любимым, вот это его родитель, Нет, это его дед, где его дед у нас? Вот его дед. Он был учеником, любимым учеником Феофана Прокоповича, В одно время с Михаилом Ломоносовым. Причем, как ни странно, Феофан ценил Якова больше, чем Михаилу. И уже расставшись с ним, он писал ему в письмах, он его называл святей. Нет, яснейший. Яснейший. Он очень, Феофан я имею в виду, он очень хотел, чтобы Яков стал ученым монахом. Якову почему-то монахом быть не хотелось. И тогда тетка его, Анастасия, которая была женой первого детьмана украинского, Ивана Скорпатского, она, ей тоже не хотелось, чтобы племянник шел в монахи, ему нужен был, ей нужен был деловой родственник. И она его женила на дочери Полуботка. Вот я интересуюсь, где мое золото? Где-то Мана Полуботкина, да. Понятно. Вот. Ну вот. А он, по сути дела, на сегодняшний день является первым историографом Украины, первым метеорологом Украины, и первым собирателем фольклора. Потому что он в течение 50 лет вел дневник, где отмечал погоду, события во всем мире и семейные события. Кроме этого, он собирал фольклор. Но этот дневник, к счастью, сохранился. Он хранится в архиве, в областном архиве киевском. Вот. Инна Владимировна, вот у нас здесь грамота есть Петра Первого. Это другая сторона. Это другая сторона совершенно, но она тоже связана с вашим родом. Так, погодите, уже тогда будем говорить о Маркевичах, раз мы заговорили о Маркевичах. Значит, двое Маркевичей, отец и сын, были друзьями Тараса Шевченко и друзьями Бирюлова. И они удастывали в выкупе Тараса. И Тарас одному из них посвятил свое стихотворение бандориста Орла Сези. Вот. Еще один наш Маркевич был мужем и соавтором Марковичка. Она у нее потому Марковичка, потому что Марковичи. Вернемся все же к женитьбе вашей дальней родственницы, благословленным Петром Первым, да? Анастасия, вот это тетка Якова, дочь основателя рода, вот этого вот. Здесь она, на сносях, она беременна дочерью Ульяной. Вот эту дочь в дальнейшем Петр Первый лично высватал за сына Воеводы Толстого, чтобы породнить малороссийское и великороссийское воинство. Воевода Толстой имеет прямое отношение к Льву Николаевичу Толстому. То есть ваша литературная судьба, то, что вы всю жизнь связаны с литературой... Логическая наследственность. Вот так. Дело в том, что в Святцах есть три Анастасии. И наша Анастасия не знала, в честь которой ее нарекли. Поэтому на всякий случай она... А поскольку ведьминство у них было в городе Глухове, вот, она там воздвигла церковь трех Анастасий. На всякий случай. Чтобы ублажить нужную Анастасию. И с нее была писана икона. Вот она здесь... Эта икона писана с нее и с жены Данилы Апостола. Вот тут... Вот так. Это Маркевичи. Ну, я вижу, что и военных было немало в вашем роду. Да. Расскажите немножко о них. Так, дело-то в том, что... Маркевичи... И мало того, один из них погиб и похоронен при освобождении Болгарии от османского ига. О, когда я была в Болгарии, так музейные бабушки встречали меня так торжественно, как будто это я лично освободила Болгарию от турецкого ига. А вот... Это тоже Маркевич. Игнатий Людвикович Маркевич. Он... Это 17-й Архангелогородский полк князя Владимира. Он погиб 8 июля при деревне Гридице во время первого штурма Плевина. Кости его хранятся... Почему я говорю кости? Потому что это мавзолей Костница. В центре Плевина мавзолей Костница, где хранятся кости героев. Ну, это не очень приятное зрелище. Это такой стеклянный саркофаг большой. И там кости. Вот так. Ну, а его потомки тоже были военными. Вот я вижу еще вот такой вот... Это Мельницкий. Да, но дело-то в том, что этот... Игнатий Маркевич, он погиб при первом штурме Плевина. А я вам должна сказать, что в Болгарии говорили, что земля болгарская Болгария и потому плодородна, что она удобрена русскими телами и полита русской кровью. Ну, генерал Скобелев младший, Ак-Паша, белый генерал. А почему белый генерал? Потому что он красовался в белой бурке на белом коне. И его действительно, его не брала пуля почему-то. Его зарезал адъютант. Вот, но это уже потом, после войны. Но он был бы страшным человеком, но, как я понимаю, насколько я понимаю в военном деле, он был плохим стратегом, плохим полководцем. Вот, потому что он бросил свои войска прямо с марша на первый штурм Плевина. И там, ну, полегло страшное количество людей. Ну, а он считал так, что Плевин маленький городок, там маленький гарнизон. Вот, а там был мощный гарнизон Османа Паши. Вот, и усталое войско, ну, в общем-то, все тогда в июле полегло при первом штурме. После того, как захлебнулся второй штурм, вмешался в дело флегматичный немец Татлебин, который сказал, что незачем было бросать вот так вот в бой. Потому что в маленький город Плевин, где стоит большой гарнизон турецкий, можно его взять без единого выстрела, блокировать пути подвоза продуктов и вооружения. И они упадут в руки, как спелая груша, без единого выстрела. Но дело в том, что Ак Паша, белый генерал, был честолюбив. Как это так? Как это так? Штаб разделил сомнения штаба. И в конечном счете избрали, так сказать, компромиссный вариант. И третьим штурмом Плевина руководил Мельницкий. Вот так получилось. Как скрестились так вот роды Марчевича и Мельницкий. Третьим штурмом Плевина руководил Валериан Павлович Мельницкий. В смысле, он им командовал. Числился по-прежнему Скобелев, генерал Скобелев. А на своем полковничьем брюхе Валериан Павлович Мельницкий исползал все планины. Планины – это горы. Кольцо гор вокруг. Выбрал место для орудий, для огневых точек. И, значит, в назначенную ночь на эти огневые точки намечены, были там солдаты привязали манерки, чтобы они не… Я не знаю, манерки они или манерки. Ну, в общем, фляги, чтобы не звякали. И лошадям завязали копыта, чтобы не цокали. И на руках, и на вот этих вот обутых лошадях выкатили орудия. И к рассвету, когда только Осман-Паша продрал глаза, начался массовый обстрел. И уже ничего не оставалось. И вот у нас, по семейным переданиям, Осман-Паша, а там, ну, ров, рвом окружен город. И вот на мостике Осман-Паша вручил свою шашку Валериану Павловичу Мельницкому. Валериан Павлович Мельницкий за это был награжден золотым Георгием по одной реляции с румынским принцем Карлом, которому, так сказать, был сделан реверанс, потому что, как известно, румыны там не очень много воевали. Но дочь Маркевича, Софья Игнатьевна Маркевич, это уже моя бабушка, вот, а она, ей было в ту пору четыре года. Вот, когда их, вот почему у нас все военные там, потому что было, вот, вдову героя вызвали ко двору, она явилась с ребенком, и ребенка даже государь взял на ручки, но опасаясь за сохранность государевых штанов ребенка убрали. Был издан указ, что все потомки героя имеют право на обучение за казенный кошт в государевых закрытых заведениях. Значит, мальчики в кадетском, гардемаринов, пажеском корпусе, девочки в институтах благородных девиц, что, в общем, было как раз кстати, потому что в семействе там уже дальше у бабушки моей было 13 детей. Давайте вернемся все-таки к творчеству. Я знаю, что не только, так сказать, за границей вы издаетесь в последнее время в журналах американских, вот, но... Не только последнее, в давнее. Да, да, в давнее время, да. Да, но начала я печататься, в общем, титульную мовою. Русскоязычного журнала у нас не было. А я, в общем, в детстве, я считала, что... Как? Это, так сказать, личные, что ли, персональные языки. Все говорят украинский и русский, там для меня это не было два разных языка. А просто там тетя Натя так говорила, а там... А папа говорил так. Вот, вот. И поэтому, скажем... Даже свои русские произведения вы переводили сами на украинский. Так, дело в том, что печататься на русском языке было негде. Русскоязычного журнала не было в Харькове. Вот. А прапор был. И прапор был неплохой. Прапор был в ту пору, по-моему, лучше киевского этого... Радуги, да. Две моих новеллы перевели. Ну, я вообще... Человек ревнивый и стервозный по характеру. Я очень придирчива. И я сказала, нет. Переперевели? Нет. Я сказала, больше меня переводить не будут. Переводить буду я. А для меня это было, по сути дела, почти все равно. Потому что, вот, скажем, я с детства выражалась и на том, и на том языке. И реквием своему отцу, вот, который умер 1 мая 42-го года от голода в оккупации. А он, кстати сказать, записался в истребительный батальон. Но их не успели. Они учились ползать по-пластунски, швырять бутылки с горючей смесью. Папа жаловался, что очень противно ползать. И вот неприятно. Их заставляли бегать в противогазах Б.Н. Боевой, не секретный. Но тут он заикался, задыхался, потому что он был сердечник, а в противогазе душно и воняет резиной. Вот вы все это отразили в своей книге, вот, да? Не все, а частично. Страна моего детства. Тут три повести. Первая повесть, здесь Страна моего детства, она написана третьей по счету. Вот. А первая, это повесть, когда не было лета. Когда не было лета, это повесть о предвоедном Харькове и об оккупации. И кончается последняя новелла, это «Ночь на 9 мая». Реквием своему отцу я написала почему-то, понимаете, какая штука. Вот стихи, они сами решают, когда им вылезать. Они сами начинают гудеть, они сами вырываются. Вот. И реквием у меня сам вышел на украинском языке в 47-м году. В последнее время вы, наверное, часто вспоминаете тех своих коллег, с которыми вместе писали, творили, ну и не только писали. Жили творческой жизнью в городе Харькове. Вы знаете, у меня вот вышел очередной том, два тома, сдвоенный том, потому что у журнала нет денег, славянин. Это журнал, который выходит в Харькове, печатается тут Белоруссия, Россия и Украина. Так вот, в этом последнем сдвоенном номере цикл моих, не знаю, как определить жанр, то ли это воспоминания, то ли это эссе. Я не знаю, как определить жанр, но здесь это цикл, посвященный моим землякам. Он так и называется «Мои земляки. Портреты без рамок». Здесь вот в этом их восемь, но их будет больше, то есть их уже больше, но они сюда не вошли. Значит, это будет одна книга, которую мне надо сделать, потому что не каждый, скажем, пойдет на 13-е, нет, не на 13-е, на 2-е кладбище и увидит памятник Александре Лесниковой. А тем, может быть, кто не увидит, попадется посвященный ей рассказ. Вот. Ну, здесь это не только и не столько о литераторах. Есть, но здесь нету воспоминаний о Лукаше, о Маколе Лукаше, о гениальном переводчике, который переводил с 22-х языков. Причем он на 22-х языках говорил. И когда было 150-летие университета, ну, сюда были приглашены ректоры всяческих-всяческих университетов Европы, вот. И в последние минуты выяснилось, приветственную речь надо произносить на латыни. А у нас даже, простите, преподаватели латинисты, они знали склонения, споряжения, они знали, что луна-плена, терра-дура, гома-гомени-люпус-эст, но говорить самостоятельно на языке мертвом они не могли. И тогда спохватились, а может, Коля может? А Коля... Может, оказалось. А Коля, он... он был лаборантом на филфаке. Вот. А почему он был лаборантом? В девятом классе он перевел на украинский язык Фауста. Ни много, ни мало. Вот. И вот такой вот он был Коля. Вот у нас было трое самых голодных студентов, но только он старше был, я была младше, я поступала на подготовительный, а Коля оканчивал. Вот. Так вот, так вот о Коле. Так, Коля, да, но Коля-то зимой и летом одним цветом ходил в выцветшем лыжном костюмчике и без шапки. Костюмчик изначально, видимо, был синий, но он об этом забыл. По, так сказать, по возрасту. Ну, нельзя же было Колю в таком виде выпустить. перед ректорами. а так он был сиротемным. Нет, он был линял уже почти голубым. Вот. Ну, спохватились, тогда был клич по университету, у кого есть вакантный на время приличный костюм Колиного размера. Нашли поблизости от университета. Колю переодели на кафедре, Коля вышел и экспромтом на латыни произнес блистательную речь, чем потряс совершенно публику. Вот. Вот о Коле Лукаше, о его, в общем, сложной судьбе. И, вот, понимаете, дело в том, что, вот, мы многих забываем и очень значительных людей. В лучшем случае мы помним их профессиональную значимость. Так я пишу о Коле не как о переводчике. Я пишу о человеке, которого я видела я знала, а его уже никто не увидит. Скажем, вот здесь есть Андрей Мацкевич, об Андрею Мацкевиче рассказ. Он был мастером спорта по альпинизму, он был архитектором. Мы ходим по вот этому мосту над вокзалом, но никто не помнит, этим мостом мы обязаны Андрею Мацкевичу. Инна Владимировна, у вас еще много и много есть воспоминаний о тех людях, которых вы знали. Вы знаете, подарите нам еще много-много рассказов и повести, и воспоминаний об этих людях, Инна Владимировна, чтобы потомки знали, кто в Харькове творил историю. Спасибо вам большое и культуру. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Это была программа «Слово, женщина, слово». Здесь, в студии Колес-ТВ мы встречались с харьковской поэтессой, прозаиком, членом Национального Союза писателей Украины и России, эссеистом, переводчиком Инной Мельницкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова